Продолжение следует... И завершит нашу программу во вторник поздравительная открытка в 19 часов 55 минут. На сегодня наше эфирное время подошло к концу. Мы благодарим вас за внимание. Ждем вас и у кранов во вторник. До свидания. Всесилен времени потоп. Останови его, попробуй. Да все же 40 это срок для телевидения особый. Из глубины прошедших лет в грядущий день маршрут намечен. Одних, увы, сегодня нет, а кое-кто уже далече. Все начиналось как мираж. Щелчок затвора, фото вспышка. Пустыня, озеро Балхаш, и в небо рвется телевышка. Другие нравы, времена, вожди, обменный курс день знака. Знамена, символы, страна. И мы, другие. Но, однако, верны традициям своим. Верны Перу и Вечной Лире. На том стояли и стоим. Мы вместе с вами. Мы в эфире. Задание приозерского телевидения началось по инициативе первого начальника полигона Степана Дмитриевича Дорохова. В кратчайшие сроки в 1963 году со всемирно известной международной ярмарки в Липцеге с сухогрузами через Мурманск была доставлена в город Телебашня. Единственная в союзе по своей конструкции и возможностям. А первое телевизионное оборудование было доставлено из морского порта Одесса. Так, благодаря заботе и настойчивости Степана Дмитриевича Дорохова, решением правительства Казахской ССР от 24 ноября 1964 года была открыта Коктасская студия телевидения ЮНИС. Коктасская названа потому, что так требовали условия секретности того периода. А первым директором студии был Анвар Сулейменович Сулейменов. В конце 70-х и 80-х годы материально-техническая база местного телевидения значительно окрепла. С 1985 года перешли навещания в цвете. Были введены в строй передвижные средства для внестудийной работы. Построен телевизионный комплекс, состоящий из студии, раздельных технической и режиссерской аппаратных. Также были введены в строй оборудование третьего поколения и автономное кинопроекционное. Все это значительно расширило диапазон передач местного телевидения. Инженерно-технические работники, редакторский и художественный производственный персонал студии телевидения ЮНИС с большим желанием работали над подготовкой передач. Было несколько редакций. Общественно-политическая, молодежная, детская и художественная. Каждая редакция имела свое направление в воспитательном плане. Готовили и выдавали в эфир передачи разной тематики, придавая особое значение идейно-политическому, нравственному и патриотическому воспитанию трудящихся. В большом дружном коллективе всегда существовал дух здорового соревнования. Проводились конкурсы лучшие по профессии. А передачи приозерского телевидения неоднократно выходили в эфир республиканского телевидения. Сегодня мы вспоминаем ветеранов студии, которые разъехались по всем уголкам бывшего союза. Татьяну Федоровну Махортуру, Синаиду Михайловну Окишу, Ольгу Васильевну Бусыгину, Людмилу Николаевну Зиновьеву, Светлану Васильевну Сергееву, имена которых остались в истории телевидения. А имя Нуржана Белпатайча Абдулаева навсегда останется в памяти в сердцах наших горожан. В начале 90-х годов, несмотря на царящий в стране развал и сумятицу, приодерская телестудия продолжала выходить в эфир завидным постоянством. И заслуга в этом принадлежала директору телестудии «Юность» Нуржану Абепатайчу Абдулаеву. Его настойчивость и целеустремленность вселяли в работников телевидения уверенность в будущем. Несмотря на неоднократные реорганизации и сокращения, благодаря активной помощи местных властей, телевидение пережило это тяжелое время, когда даже стоял вопрос о его закрытии. Зрители с нетерпением ждали программу приозерского телевидения, а мы готовили ее, вкладывая в нее все свое творчество и профессиональное мастерство. Авторские передачи, информационные программы отражали все стороны жизни города. Режиссерской аппаратной скрупулезно шла подготовка к очередному выходу в эфир. Подборка видеоматериала, необходимое звуковое оформление, работа ведущих, использование всех технических возможностей, четкая и слаженная работа режиссера и редактора. Ведь от их умений и профессионализма зависит, насколько интересной и содержательной будет программа приозерского телевидения. Отвечая велению времени, в 1994 году создается казахская редакция, поэтому наряду с 40-летием студии в этом году мы отметили десятилетие казахской редакции, где ее бессменным редактором является Толюбекова Бебайшах Медиевна. Нашли своего зрителя ее авторские передачи «Жазуши Жаню Умер», «Дидар Унирым Умером», «События и люди». По инициативе и активной помощи Акима города Медюбаева Сагинбаева Мукатаевича и начальника полигона Матлышова Вилоры Степановича за последние годы работниками цеха радиотелевизионной станции, которым руководит Корнеев Виктор Александрович, введены дополнительные телевизионные каналы. И сегодня наш зритель может смотреть 8 телеканалов, а ведь в 70-х годах был только один канал. На сегодняшний день в наших передачах находит отражение весь спектр общественно-политической жизни города и военного полигона. Съемочную группу приодерского телевидения можно было увидеть на учениях войск Республики Казахстан и Российской Федерации с самого высокого уровня. На заседаниях Маслихата, где состоялись встречи с сенатором Кайцаровым, где обсуждались вопросы благоустройства города, улучшения жизни населения, рабочий визит премьер-министра Даниила Ахметова, депутаты мажориста парламента Республики Казахстан Ерлана Нигматулина вселили уверенность в завтрашнем дне возрождения города. Мы внимательно следим за жизнью и становлением учебных центров сил воздушной обороны и ракетных войск и артиллерии. Все основные события жизни войсковых частей отражены в передачах местного телевидения. Не остаются без внимания работы городского коммунального хозяйства. Во многих сюжетах нашей программы мы обсуждаем вопросы восстановления жилья, тепловодоэлектроснабжения. Наши зрители бывают в курсе работы правоохранительных органов. Сотрудники городского отдела внутренних дел, прокуратуры суда постоянно информируют жителей города. С нетерпением ждут наших передач учителя и учащихся школ города. 40-летняя история Приозерской телекомпании показывает, что телевидение стало неотъемлемой частью жизни города. И судьба нашей телестудии неразрывно связана с судьбой и историей города. Нам только 40 лет, и все у нас еще впереди.